Я хочу вам сказать, что это наша новая рубрика. Я буду говорить именно по воспитанию детей, именно потом, как помогать детям развиваться, реализоваться и так далее. И буду отвечать на ваши вопросы касательно детьми. Меня удивляет того, что люди всегда восхищаются чужими детьми, а своих детей постоянно тикают. Постоянно оскорбляют, тикают, унижают. Они ожидают от детей взрослых поступок. Мы думаем, что наши дети воспитывают в детский сад или в школе или где-то. Нет, дорогие мои. Эти вещи не помогают нашим детям. Они помогают как-то профессию пробрести и так далее. Но к человекам помогает только семья. Перестаньте восхищаться чужими детьми, своих детей с собой возить везде и показывать им мир. Со стороны он ищет понимание, со стороны он ищет ласковость, со стороны будут искать внимания. И, соответственно, чужие будут для него выглядеть близкими. И однажды вы поймете, что вы потеряли ребенка. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели. Спасибо, что вы смотрите нашу рубрику. Спасибо, что вы участвуете в комментариях и на распространение. Самые хорошие, самые добрые. И задавайте актуальные вопросы. Пожалуйста, задавайте актуальные вопросы. Всегда готовы отвечать. Я хочу вам сказать, что это наша новая рубрика. Здесь я буду говорить именно по воспитанию детей, именно по том, как помогать детям развиваться, реализоваться и так далее. И буду отвечать на ваши вопросы касательно детьми. Дорогие мои, я хочу вам одну очень интересную вещь сказать. В 2009 году, 11 лет назад, я запустил программу и назывался «Дети на миллион». Шесть месяцев в течение полугода я обучал детей. Шесть месяцев в течение полугода. Получается, что каждую субботу я обучал их по два часа. Ежемесячно, стабильно, еженедельно. Еженедельно я обучал этих детей. У меня был такой план, такой цель, чтобы потом проверить, посмотреть, кем станут эти дети. В прошлом году, в 2019 году, я начал уже проверить и начал находить их, начал искать их, спрашивать у них и так далее. Вы знаете, давайте расскажу вам одну простую историю, чтобы вам было понятно. Однажды ко мне пришли, ага, однажды был такой случай, что я полтора года назад был, по-моему, или год назад, я хотел встретиться с одним хозяином ресторана, сет ресторанов, фастфуд и так далее, и мороженое сет в Алма-Ате. И ко мне пришли потом два парня, одному было 21 или 23, вот так, в этом возрасте. Другого было где-то в районе 30 лет. Два молодые ребята, такие молодцы, они пришли, мы общались и так далее. Но пока у них там несколько ресторанов, фастфудов и сет мороженое, и так далее. Но когда мы закончили, один из них мне сказал, наставник, вы меня не узнали? Я сказал нет. И он сказал, я же этот, были у вас на группе Дети на миллион. И я сказал, вы вместе партнеры? Он говорит, да, мы вместе работаем, я маркетолог в этом компании, и вместе работаем. А вы знаете, на тот момент у этих ребят было 62 или 63, по-моему, ресторанов было. Как вы думаете, это мне было приятно слышать, что этот парень, который когда-то учился на нашей группе Дети на миллион, сегодня имеет такие хорошие результаты, хороших, замечательных результатов. Таких детей много. Я у него спросил, его зовут Расуль, это в Алма-Ате. Я сказал, Расуль, подскажи мне, пожалуйста, другие наши ребята, ты иногда общаешься, знаешь, и так далее. Он говорит, да, большинство из них, они, часть из них за границей работают, то есть иметь бизнесы уже на международном уровне. Но в основном, кого, говорю, я вижу или по соцсети общаюсь, у большинства из своих бизнесов, они успешные. Я, правда, сейчас до сих пор ищу некоторых, чтобы полностью выявить, чего они добылись, что произошло с ними. Это история одного из них. Но те, с теми, которыми я находился, общался и так далее, кто были выпускников, вот эта программа «Дети на миллион», они все добились уже очень значительных результатов, хотя им уже 22, 23, 25. Потому что в эту группу я брал с 11 лет по 19 лет. Вот так я брал. Кому-то сейчас 27, 28 лет, может быть, за это время. Но они очень многого добились. В средних были ребята, которые, знаете, восьмиклассники, семиклассники и так далее. В средних были ребята, которые, можно сказать, сейчас они очень-очень успешные. Они в седьмом, восьмом, девятом классе, по-моему, были, когда с мамой приходили ко мне на занятия. Сейчас у них очень хорошие успехи. И я горжусь этими ребятами. Вот. Я одну историю рассказал, потому что, чтобы слишком длинный не стал рубрик, мне придется по чуть-чуть рассказывать, пройти. Дорогие мои, какие самые распространенные ошибки родителей на данный момент существуют в этом мире? Мы всегда восхищаемся чужими детьми, а своих постоянно тикаем, своих постоянно, можно сказать, унижаем, своих постоянно грубим и давим, морально давим, замечания делим, оскорбляем. А ты никуда не дойдешь. С твоим характером ничего не получится. Вот ты замуж выйдешь, сразу тебя выгонят. Я думаю, что любого из вас, даже когда вы были взрослыми детьми, вам тоже родители сказали, о, с твоими кривими ногами, с твоими характерами, кто будет терпеть тебя, кто будет жениться на тебя. Да ты даже своих детей кормить не можешь с этим характером и так далее, и так далее. Всегда были моменты, когда родители всегда нам говорили, а теперь вы своих детей тоже говорите, похожие вещи. Меня удивляет того, что люди всегда восхищаются чужими детьми, а своих детей постоянно тикают. Постоянно оскорбляют, тикают, унижают, морально начинают давить на них. Это одна из самых распространенных ошибок родителей. Вторая самая сильно распространенная ошибка родителей в том, что они ожидают от детей взрослых поступок. Но они дети, они будут себя вести как детей. Одних не надо ожидать как взрослых поступок. Третья распространенная ошибка, это то, что детей балансировано, не воспитываем. Пытаемся за них делать все сами. То есть как? Мы говорим, ты знаешь, просто хорошо учись, а все остальное я сделаю. Чтобы ты не отвлекаешься, вот хорошо учись, все остальное я сделаю. Он хорошо может учиться, но у него характер слабый остается, потому что он по домашним делам не помогает. Возможно, он учится там хорошо, но жизни он будет сломанной судьбой, потому что у него внутри не растет. Он не испытывает эмоциональный спад, эмоциональную боль и так далее. И самая большая распространенная ошибка родителей, что мы детей воспитываем как будто домашние животные. Как? То есть мы думаем, что если отец, мой роль только заключается в том, что просто обеспечить ему еду, обеспечить ему одежду и так далее. И как будто вот достаточно это. Если я просто позабочу, что у них была крыша над головой, отопление было нормальное, чтобы не замерзли, еда была и все, и школу давать. Мы думаем, что наши детей воспитывают в детский сад или в школе или где-то. Нет, дорогие мои. Эти вещи не помогают нашим детям. Они помогают как-то профессию прообрести и так далее. Но к человекам помогает только семья, родители. Поэтому несколько вещей, которые я хочу вам сказать, которые необходимы для того, чтобы мы справились. Самая первая вещь. Перестаньте восхищаться чужими детьми, своих детей с собой, возите везде и показывайте им мир. С собой возьмите их в гости, возьмите с собой сами культурные места, путешествуйте с ними, проводите с ними время побольше, общайтесь с ними побольше, разговаривайте с ними побольше. Это очень важно. Тогда вы начнете видеть, что вы будете восхищаться своими детьми больше. Никогда не давите на них, а наоборот, если они ошибаются, дайте им возможность ошибаться, скажите с ног. У тебя есть время ошибаться, так что ошибайся, это нормально. Падая, поднимая, ты поймешь что-то. И всегда помнишь, что если в чем-то ты ошибался, я рядом с тобой. То есть ты можешь надеяться на меня, ты можешь полагаться на меня, ты можешь посоветоваться со мной, но ответственность ты должен нести сам за каждый свой поступок. За тебя я пережить не собираюсь. За твои ошибки, за твои поступки ты должен сам отвечать. Будь самостоятельным. Это очень одна из самых важных вещей. Следующая вещь, которая вам очень хорошо помогает. Не надо только детям давать еду, одежду и так далее. С ними надо обязательно порадовать. Дайте им надежду, дайте им план жизни. Руководите им, чтобы они меньшими ошибками большего добились. Будьте для них не только отцом, а наставником, другом, близким человеком. Не важно, а вы мать или отец, но будьте для него таким. Это важно. Чтобы не только вы его тело кормили, а его сознание тоже кормили, его сердце кормили. Чтобы у него вот это вдохновение, надежда тоже сохранилось. Вот. Сегодня мы с вами понимаем, что 21 век. Влияние 21 век, влияние окружения в этом веке, 21 веке на вашего ребенка очень сильно. Интернет очень много доступно, всякие информации плохое и так далее. Это все влияет на вашего ребенка. На его сознание, на его мировоззрение. Очень сильно влияет это все. В этом веке, в веке информационном веке, все направлено, загружено на сознание вашего ребенка. Учеба очень много. Понимаете, если мы с вами душе по душе не будем разговаривать с ребенком, ребенок вот это душевное состояние начнет искать в интернете или искать на улице. Со стороны. Со стороны он ищет понимание, со стороны он ищет ласковость, со стороны будут искать внимание. И соответственно чужие будут для него выглядеть близкими. И однажды вы поймете, что вы потеряли ребенка. И это очень тяжело будет. Я уверен, что вы мне понимаете, о чем сейчас я рассказываю. Поэтому нужно, чтобы ребенок сам сообразил, что для него хорошо, а что ему не подходит. Нужно, чтобы сам ребенок осознавал, вот это мое, вот это не мое. Видите, очень много чего же сейчас доступно. Чтобы он это осознавал. Поэтому он сам должен уметь думать. Следующее. Умственный и физический труд балансируйте для ребенка. Чтобы у него характер стал крепким. Потому что слабый характер приводит к сломанной судьбе. У него должен стать сильный характер. Поэтому балансируйте его жизнь образованиями и, можно сказать, и характером. И то, и то нужен. Я знаю огромное количество людей, которые у них не хватает уверенности своих де реализовать. Огромное количество людей, которые, знаете, у них не хватает уверенности свои знания использовать. Зачем вы ему дадите кучу образования, платите за его дипломы, если он их все равно не может использовать. Он остается таким испуганным в жизни, сломанным судьбой. Не надо. Так что делайте балансированно. Помните, характер на первом месте. А если у него будут характеры сильными, он сам будет получать то образование, которое ему нужно. Он сам будет работать для того, чтобы получать эти образования, которые ему нужны. Я не мог учиться, когда приехал в город. Ну и что? От того, что характер был сильный, и сам бросил три вуза вначале, а потом постепенно учился. Сейчас у меня куча дипломов. Но это, видите, характер, если есть, вы исправитесь. Так что дайте ему два важных вещей. Умение думать, чтобы он был сообразительнее, самостоятельнее. И второе, характер закрепляйте, чтобы он сам трудился, чтобы он любил трудиться. Надо быть, я не говорю, супертрудоголиком. Труд помогает. Труд действительно помогает. Труд – это такая вещь, которую тебе делают уважаемым человеком везде. В любом коллективе трудолюбого человека любят все, потому что у него есть больше результат. Вот. Если вы хорошо воспитываете своих детей, вы видите, конечный результат, они могут продолжать то, что вы делали. Это раз. Второе, поверьте мне, говорят, что я тебе пожелаю богатства старости. Знаете, богатство старости, самое большое ваше богатство – это хорошие дети. Когда ты видишь и ты гордишься собой, что вот это мой ребенок, вот он вырос таким достойным, и ты восхищаешься его поступками, его мужеством, его достоинством. Хорошие дети удлиняют жизнь родителей. Путем или жизнь старости сделать слаще. Это очень хороший результат. Поэтому хорошо, когда мы воспитываем детей, когда мы вдохновляем их, когда даем им надежду, они уверенно растут, и это очень много чего значит. Очень много чего значит. Поэтому хорошее воспитание. Вы никогда не сожалеете от того, что вы хорошо воспитали своих детей. Самое сильное наследие в мире – это дети, которые, можно сказать, делят 10 раз больше, чем ты. Добро, которое мы оставляем после себя, имущество, которое мы оставляем. Но два из них больше всего стойшие. Это добро, которое вы сделали, что-то то, что оставили после себя. Но именно детей, которые вы оставите после себя, именно правильных детей, которые вы оставите. Если вы невоспитенных детей оставите, вы понимаете, кошка тоже оставит дети, собака тоже оставит. Или любое там, посмотрите. Поэтому, а именно каких детей оставим после себя, это много чего значит. Вот. Поэтому эта рубрика, в этом рубрике вы можете задавать свои вопросы на почте, которую видите внизу. Info.word.samo и в теме напишите, пожалуйста, «Мой гениальный ребенок». Тогда мы будем знать, что вы эти вопросы отправляли для рубрика «Мой гениальный ребенок», которыми для детей. То есть, что мы хотим помочь. Мы очень хотим помочь детям стать умнее, мудрее, сильнее. Первый вопрос. Ваши советы принесли очень многим людям пользу. Я благодарю Господа, что среди нас, таджиков, вышел такой огромный души наставник, как вы. Я Ходжи Мурзобагром Бобоев. Хотел бы получить от вас мудрый совет, так как мой внук отличный выпускник лицей номер один участвовал в программе «Флекс» и получил первое место в городе для обучения в США. К тому же он получил бесплатную квоту от Росотрудничества на обучение в 5 вузах России. Кроме того, сдал вступительный экзамен в Высшую школу экономики Москвы при задаче экзамена до 90 баллов. Он сдал на 96 баллов. Поэтому я затрудняюсь дать ему советы, куда ему пойти учиться. Отправить его в США, в американскую семью. Для этого ему надо учиться в средней школе еще один год. Через год все полученные квоты пропадут. Придется заново учиться сдавать на квоту. А его мечта учиться в Стэнфордском университете США. Поэтому хочу от вас получить советы, куда направить моего внука учиться. Заранее благодарю вас. Дай Бог вам в вашей команде здоровья, просветания и всех благ. Если ваш ребенок и ваш внук учатся в Стэнфорде, то есть вы имеете в виду, что он получил квоту в российских вузах, пойти ему в Россию учиться или пойти в США. А если вы мой совет спросите, отправьте его туда, в США. Это его мечта. Отправьте его туда. Пусть он научится бороться за свою мечту. Ничего страшного, Бог с этим квотом. Он их заново могут получать. Но отправьте его туда. Пусть он там учится. Потому что я кое-что понял. Можно и в России учиться. Но во многих вещах все-таки Америка впереди. В технологии, во многих вещах. Они придут сюда. Это видно. Я побывал во многих странах мира. Отправьте его туда. Его сознание пусть меняется. Пусть растет. Если он мечтает в Стэнфордском университете учиться, пусть идет за свою мечту. Надо пойти за свою мечту. Иногда в жизни кто-то приходит мне и говорит, знаете, да, Влад, давайте вот сделаем такой бизнес. Это легко, это выгодно. А я понимаю, что на это тратить свою жизнь я не хочу. Я им говорю, нет, дорогой. Они удивляются, они говорят, ну это же доход, это же деньги. Я говорю, нет, я ради деньги жить не собираюсь. Жизнь-то у меня одна. Я ее хочу потратить на науку, на образование. У меня нету два жизни, три жизни, чтобы я мог делиться его туда-сюда. Так что много денег человеку не очень много нужен. Достаточно, чтобы просто хорошо жить. А все остальное на все воле Божьей. Поэтому отправьте, пусть он идет за свою мечту. От этого будет больше пользы. Ас-салам алейкум. Сыну уже исполнится 15 лет. Конечно же, много говорим о саморазвитии, о будущем. Ищу книги для рекомендаций ему к чтению. Обратился к интернету. Те книги, которые я сейчас читаю, боюсь, не будут понимать. У вас есть, которые вы рекомендовали к чтению своим детям в подростковом периоде? Конечно, есть. Да, у меня есть. Я расскажу вам. Книга «Мой гениальный ребенок». Это моя книга. Найдите, отдайте. Книга «Азбука денег» Бодо Шефер. Книга «Маленький бизнесмен» и «Маленький предприниматель» Роберт Киосаки. Книга «Самый богатый человек» Вавилоне. Еще книга, которую я своим детям рекомендую всегда прочитать. Потом я своим детям даю биографии много успешных людей. Если девушки, я купил им 50 великих женщин и так далее. Вот таких есть. Много биографии. И я привожу, говорю, почитай, пожалуйста, эту историю. Почитай того и так далее. Почему? Потому что я хочу, чтобы они с детства мечтали стать кем-то достойным человеком. Поэтому биографии много успешных людей. Я им даю, чтобы они прочитали и так далее. Вот так. И мой сын сейчас читает книгу «Дума и богатея». Очень сложно понимать его. Но он его читает. Правда. Я таких тоже даю, чтобы они прочитали. Потом мы сидим обсуждаем вместе с ним, что он понял, что он не понял, почему, так и как и так далее. В будущем я буду написать еще специальную книгу для детей. Очень хорошую книгу буду писать. Несколько у меня по планах есть. Духовные законы и богатства для детей собираюсь писать. Стратегии мечтаний богатых и бедных для детей хочу писать. Это крутые книги будут. Очень сильные книги. Вот они будут, дайте, пусть почитают. Так что ждите, когда эти книги появятся. Когда эти книги появятся, обязательно рекомендуйте, пусть прочитают ваши дети. Следующий вопрос. Здравствуйте, Садмирот Довлатов. У меня вопрос такой. Мы живем в городе Ож. Летом приехали с трумья с новьями в Бишкек, чтобы дети развивались. Они уже выросли 16 лет, 14 лет, 13 лет. Все мальчики. Муж остался в городе Ож, так как у него работа там. И дом большой. Никому оставлять. Сину, которому 14 лет, не хочется жить в Бишкеке. Но он сам и толковый из всех. Учится в 9 классе. Работает на лалафо, то есть интернет-сайт. Покупка и продажа телефонов. Еще один вариант. Ему предложил друг его вместо работы как фотограф. Конечно, он все это делает после школы. Он хочет все это бросить и вернуться в Ож. Но я против. Не отпускаю его. Хочу, чтобы он остался в Бишкеке и развивался. Дайте мне совет. Правильно ли я делаю? Если нет, то как мне поступить? Пожалуйста, дайте мне ответ. Дорогая моя, скорее всего, что-то ему ваше нравится. Либо у него девушка есть там, либо у него друзья есть там. Либо кто-то, кто ему вдохновляет или нравится. Но если вы показываете ценности того, что кем он может бы здесь стать, он тогда понял бы вас. Соответственно, понятно, что в столице больше преимущества и больше возможностей. Если он здесь будет, если вы говорите, среди всех он сам толковый и быстрее нашел себе. В девятом классе он уже зарабатывает. Это хороший пример. Очень хороший пример. Если он в девятом классе уже зарабатывает, что-то сам делает, что-то старается. Это уже очень-очень хороший пример. Так что направьте его к нужным русло и так далее. Поддерживайте его. И скажите ему, что... Именно вот мой совет скажите ему. Скажите, что... Снок, все зависит от последствий. Все зависит от того, чего ты хочешь добиться в будущем. Мы были в городе Ож. И ты знаешь все там то, что было. Если у тебя там ничего научиться и ничего пока дальний момент развиваться, который в будущем, впоследствии помог бы твоей жизнью, смысла нету вернуться. А пока здесь, если ты учишься, когда вырастешь и захочешь поехать потом туда, там что угодно делать, у нас там дом, у нас там, можно сказать, все родни и так далее. Езжай туда, когда ты уже более можешь что-то делать и успешно жить. Поэтому он поймет вас. Поэтому вот так и объясните, что... Езжай обратно домой, когда ты чего-то стоишь, когда ты чего-то уже можешь, чего-то добился и так далее. А вот то, что ты здесь сидя можешь все это делать, лучше это все усваивай. Я не знаю, он у вас в Аше, когда жили, занимался покупкой, продажей телефонов. Или он, когда приехал в город, начали это делать. Соответственно, в городе он большего узнает, большего поймет, чем чем в Аше. Мы же знаем, мы же видим город. Поэтому, пожалуйста, все-таки постарайтесь, чтобы он в городе остался. От этого будет больше пользы. Дорогие мои, ставьте лайк под рубрикой, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику, посоветуйте, делайте репост своим знакомым, потому что наша рубрика очень полезна, и за эти годы вы, наверное, уже сами убедились, что она нужная рубрика. Желаю вам успехов, до новых встреч!